Вот вы когда-нибудь задумывались, как слушали музыку сто лет назад? А двести? Сейчас-то всё понятно. Наушники, колонки, в каждый телефон встроены динамики, и вы просто по дороге от дома до работы или учёбы услышите десяток другой мелодий в одних только рекламных джинглах. А что, если вы родились, вот допустим, в девятнадцатом веке? Как послушать музыку? И если вы думаете, что сейчас начнётся унылый спич про какие-то древние магнитолы, то у меня для вас кое-что есть. Это оркестрион Хупфельд. Впечатляет, да? Я нахожусь в музее собрания, он же музей самоиграющих музыкальных инструментов, и этот оркестрион далеко не самый впечатляющий экспонат местной коллекции. В общем, мне есть что вам рассказать. Здрасте, вы на канале Сейна. О, в топ! Ты можешь получить халявный косарь. Реально, просто так. Каким образом? Маленькая предыстория и инсайт в то, как функционирует канал Сейна. Раньше, ещё вот два года назад, абсолютно всем занимался я. И созданием роликов, оформлением постов, связи с рекламодателями, всем-всем-всем, но этого и было немного. Потом этого начало становиться больше и больше и больше, я совершенно перестал это вывозить, и теперь всё это лежит на плечах вот этой вот рожи. А он тоже Миша, и он ведёт и Телеграм-канал, создал там тусовку из кучи админов, которые пишут разные посты. Он же занимается Патреоном и добавляет вас в закрытый паблик. Он же связывается с рекламодателем, и так как он также занимается финансами, у него был Тинькофф Банк. И он его хвалил мне, нахваливал. Мне все эти банковские дела, честно, не очень интересны, это вот совершенно не моя тема. Но после этого ещё совершенно никак не связанные с этим люди, с которыми я знаком, из разных возрастов, разных категорий, начали мне советовать Тинькофф Банк. В общем, перешёл я на него, и тут они взяли у меня интеграцию. Всё, что я сейчас скажу, это вот лично моё мнение, это не по ТЗ. Так вот, прямо сейчас при оформлении обычной дебетовой вот такой вот карты, вот эта вот моя, например, вы получаете косарь. Что для этого нужно сделать? Потратить по ней 5 тысяч. То есть обычная дебетовая карта, опять же, не кредитная, ничего, просто вот у вас есть деньги, да, они у вас будут лежать не в кармане, а на карте, вы их просто потратите, а все, я думаю, тратят, ну, 5 тысяч-то за месяц точно, и из них вам косарь вернётся. То есть вам, по сути, просто дадут косарь, потому что оформление бесплатное. Притом я в своё время переходил на Тинькофф совершенно не из-за этого. В первую очередь это комфорт от, в принципе, взаимодействий с банком. То есть начиная от приложения, которое, ну, откровенно, на голову выше, чем у всех остальных, я пользовался ещё тремя разными банковскими системами. До этого у Тинькоффа реально самая приятная, самая быстрая, отзывчивая и интуитивно понятная, и функционал там тоже нормальный. Короче, про функционал я сейчас не буду, может, как-нибудь потом. Но мне вот эту карту с этим вот шикарным кардхолдером доставили на следующий день после оформления. Это не блогерские условия. Опять же, это всем людям так доставят. Ваша именная карта окажется у вас через день. И если вы вот любитель кэшбэков, это просто ваша планета. 3,5% просто на остаток на счёте. И также вам ежемесячно дают выбрать кэшбэк на определённые категории. Допустим, в этом месяце у вас будут какие-нибудь спортивные товары и рестораны, а в следующем месяце аптеки и, допустим, книжные магазины. И вы выбираете кэшбэк тот, который вам нужен. Не просто какую-то навязанную фигню, а непосредственно нужные именно вам вещи. Поэтому получайте халявный косарь, переходите по ссылке в описании и наслаждайтесь приятным банкингом. Начнём с того, что ещё несколько сотен лет назад звук нельзя было записать. Вообще никак. То есть получается, что чтобы в 20 веке услышать музыку или вообще хоть что-то, кроме вопля своего соседа, нужно было идти в филармонию? Совсем не так. Люди слышали музыку на ярмарках, балах, в церкви, да и просто на городских площадях. Потребность в транспортировке звука очень надолго опередила не только цифровую запись, но и даже виниловые пластинки. Безусловно, можно было зафиксировать музыкальное произведение нотной записью, но, как вы понимаете, доступна она была только узкому кругу профессиональных музыкантов, а тогда их было ещё меньше, чем сейчас. В наше время, чтобы наполнить комнату звуком, хватит небольшой колонки, но во времена, когда звук инструмента мог издать только сам инструмент, изобретатели изгалялись как могли. Обычно при слове «орган» возникает нечто размером с двухэтажный дом, с маленьким органистом посередине, который зловеще бегает пальцами по нескольким рядам клавиш. Этот же аппарат лишён двух главных недостатков обычного органа — размера и музыканта. Для того, чтобы запустить орган, всё ещё требуется оператор, но всё, что ему необходимо уметь делать — это крутить ручку. Музыкальные произведения записывались на деревянные или металлические валы, которые работали по тому же принципу, что и современные музыкальные дороги в некоторых городах Европы. Штырьки на вале соприкасались с пластинами, которые заставляли орган звучать. Кроме валов использовались ленты и диски, которые работали по противоположному принципу. Вместо штырьков были отверстия, с помощью которых была записана мелодия, и внешний вид вас не обманывает — это действительно древний предок пластин. На одной перфорированной ленте могло быть записано от 1 до 20 минут какой-либо мелодии, и конструкция предполагала смену этих валов или дисков. Но важно понимать, что речь совершенно не идёт про музыку под настроение. У редкого обладателя оркестреона коллекция превышала 10 экземпляров, и в отличие от современных устройств воспроизведения звука, они использовались не для личного пользования или в какой-то компании, а для того, чтобы именно наполнить звуком мероприятие, как, например, церковную службу. Вот церковный орган, который, как следует из названия, наполнял звуком небольшую церковь, а носители внутри органа меняли сообразно требованиям конкретной службы или другого религиозного мероприятия. Но что если в композиции присутствует не только орган или фортепьяно? Они же вряд ли засунули туда барабаны. Засунули. И не только их. Именно поэтому название аппарата происходит от слова «оркестр». Существуют даже музыкальные аппараты с гитарой, а ты всё сидишь аккорды учишь. Подобные технические решения позволили оркестреонам стать частью городского досуга. Вот этот вот орган, например, мог наполнить звуком целую городскую площадь, и для его запуска сейчас используется электрический компрессор, а в своё время было огромное колесо и несколько человек, которые крутили его. Всё ради того, чтобы избавиться от музыкантов. И если вы думаете, что это предел размеров самоиграющего органа, у меня для вас кое-что есть. Танцевальный орган «Мортье». Несмотря на то, что времена очень сильно изменились, запросы массового слушателя остались неизменными. Звук погромче, поярче, притмичней, чтобы дрыгаться было приятней. Вот только басов сто лет назад не просили. А так то же самое. Таким образом, органы и оркестреоны звучали как хорошо сыгранное трио или даже квартет музыкантов. Подобные аппараты были не из дешёвых, и если их и можно было встретить в доме, то только у самых знатных господ, которые установили его для увеселения гостей. Именно увеселение. Отношение к музыке тех лет отлично демонстрирует факт, что множество из показанных автоматов запускаются монеткой. Они устанавливались в людных местах и выполняли примерно ту же роль в общественном пространстве, что сейчас исполняют вот эти штуки или же игровые автоматы. Просто одноразовая развлекуха и городская диковинка, хотя и очень сложная. Здесь интересно заметить, что не существовало вообще такого понятия, как музыкальный вкус. Вся вариативность того времени сводилась к двум вариантам слушать музыку или не слушать. Первый вариант выбирали значительно чаще, и поэтому помимо вот таких громадин, которые наполняли звуком площади, появились и первые варианты порнативной музыки. Да, аналоги современных школьников с JBL-ами. Это были шарманки. Только в отличие от школьников, которым не рад вообще никто, шарманщики все же могли порадовать, допустим, молодежь в парке, которая искала повода потанцевать, или людей на площади, которые благодаря шарманщику могли услышать фрагмент новой оперы. Именно новой. Сейчас образ шарманщика встречается крайне редко, но еще сто лет назад шарманщики были неотъемлемой частью городской жизни. Зачастую они старались раздобыть фрагмент новой популярной оперы, чтобы порадовать горожан и увеличить свои шансы на получение заветной монетки. Собственно, и свое название в русском языке «Уличный орган» получил из-за песни, которая была очень популярна в момент его появления в России. Песня называлась «Шарман Катрин», и она встречалась столь часто, что все уличные органы начали называть шарманками, то есть устройство, исполняющее песню «Шарман Катрин». При этом сама по себе работа шарманщика была крайне неблагодарная, и занимались ей только очень бедные люди. Представьте, целый день толкать 12-килограммовый ящик по далеким от идеала дорогам того времени, и при этом еще и крутить ручку, что тоже не очень-то просто. Заниматься этим нужно было круглый год, в любую погоду, а доход зависел от щедрости людей на улице. Иначе говоря, ты попрошайка с огромным ящиком на колесиках. Именно такими шарманщики отпечатались в культуре того времени. Вот, например, фрагмент стихотворения Афанасия Фета. «Как ну я в потемках приник, ну право нельзя не уместней, опять в переулке старик со своей неотвязной песней». Есть даже история об одной знатной московской даме, которая платила городовому, чтобы тот прогонял шарманщика от ее окон, а он, в свою очередь, отдавал часть денег самому шарманщику, чтобы тот продолжал приходить. Кончилось это тем, что городовому подарили целый дом рядом с хозяйкиным, чтобы он всегда был на готове. Вот настолько некоторых людей раздражали шарманщики. Когда я готовил материал для этого ролика, меня удивляло не столько строение всех этих удивительных аппаратов, сколько, в принципе, отношение к музыке у людей того времени. Если сейчас это что-то из разряда жизненно необходимого, и многие составляют мнение о человеке, исходя из его музыкальных предпочтений, то тогда это было просто развлечение, наравне с цирком, фокусниками и какими-нибудь там глотателями шпак. И поэтому, чтобы сделать городскую развлекуху еще более развлекательной, в нее добавляли еще развлекухи, и таким образом появились автоматоны. Это движущиеся куклы, которые сейчас выглядят откровенно крипово, но в свое время удивляли и веселили городскую публику. Некоторые куклы были встроены в автоматы и просто двигались в такт музыки. Были даже куклы, изображающие шарманщиков. Но это далеко не предел изобретательности. Помимо больших кукол, создавались композиции из множества маленьких. Они становились частью декора и завораживали гостей. Зрелище очень залипательное даже по нынешним временам. Но это еще цветочки. В музее собрания есть два кукольных города. Огромные конструкции, состоящие из сотен маленьких движущихся деталей и в мельчайших подробностях демонстрирующие детали городской жизни той эпохи. Похожие устанавливают в современных парках развлечений, а этой механической композиции уже более ста лет. И даже это еще не все. Эта вот механическая утка не воспроизводила музыку, но при запуске она съедала несколько горошин из передней мисочки, переваривала их и выдавала шарики другого цвета в мисочку сзади. Как вам такие приколы? И пиком автоматонного психоза смело можно считать вот этих птиц. Да, это тоже автоматоны. Куклы. Дело в том, что в то время было очень модно держать у себя дома соловья или канарейку, а вот ухаживать за ними было дело проблемное, особенно в то время, когда не было ни специализированных кормов, ни всего остального, что нам сейчас современность предлагает. Поэтому вместо них устанавливали вот такие куклы. И в тему про то, что развлекуха в развлекухе в развлекухе, на дне этих клеток находились еще и часы. Вот такой вот декор прошлого. Можете представить, какое вообще отношение к убронству дома, насколько оно было другим в то время. Вот напишите в комментах, вы бы себе вот такую вот механическую птицу дома установили, или все-таки нет. Я бы воздержался. Хотя механический мопс... Помимо подобной развлекухи, музыкальные устройства продолжали свое плодномерное развитие. Важным этапом стало изобретение фонографа Томаса Эдисона, который впервые позволил записать звук. Устройство было далеко от совершенства и позже многократно модернизировалось последователями Эдисона. Да и сам аппарат был задуман для записи речи, а не музыки. Звук изначально записывался на станиолевые валики, которые отличались плохой износостойкостью и отсутствием возможности тиражирования. Станиоль — это примерно то же самое, что фольга, только из олова, и поэтому можете представить, насколько быстро она изнашивалась, и как сложно было вот подобный материал тиражировать, то есть производить другие копии. Затем появились восковые валики, что, как вы понимаете, тоже не очень прочный материал, а уже на смену фонографу пришел граммофон, который использовал знакомые каждому из нас пластинки. Да, интересная вещь здесь в том, что граммофон не только воспроизводил музыку, но и записывал ее. Выглядел он примерно так же, только вместо считывающей иглы была записывающая, которая вырезала соответственный узор на пластинке, который потом уже считывающие граммофоны воспроизводили. Изначально пластинки были меньше, а записывать можно было только на одну из сторон диска. С развитием пластинок и размер увеличился, и записывать стало можно на две стороны. Но вот загвоздка в том, что таким образом влезало всего две песни. Часто продавались пластинки с хитом на одной стороне, и второй песней того же исполнителя, которая шла как бы в довесок. Это продолжалось довольно долго, и чтобы выпустить музыканту альбом, нужно было выпустить несколько пластинок, которые были вложены в файлы и представляли собой нечто похожее на альбом фотографий. Собственно, с тех пор мы и называем релиз исполнителя альбомом, потому что раньше это действительно был альбом с пластинками. И только в середине 20 века человек получает возможность выбирать музыку. Знакомьтесь, джукбоксы. Эти красавцы, знакомые каждому из фильмов и сериалов, устанавливались в людных местах, по тому же принципу, что и оркестрионы, но в отличие от своих предшественников, предлагали широкий по тем временам выбор композиций. После того, как вы опустили монетку и выбрали нужный трек, механизм внутри джукбокса подставлял пластинку к проигрывателю и запускал ее. Владельцы таких аппаратов меняли пластинки, чтобы в автомате всегда были свежие хиты, прямо как шарманщики в недалеком прошлом. Тогда же появились и доступные виниловые проигрыватели, предназначенные именно для персонального использования. И только вот с этого момента можно отчитывать историю персонального аудио и вообще музыки как личного. Это интересный момент, о котором можно еще очень долго говорить, но очень по-разному распространялись и воспринимались хитмейкеры, допустим, 20-х годов и 60-х, хотя по сути они делали очень похожие вещи. При этом про портативный персональный звук говорить не приходится вообще, он появится только в эпоху кассет, а вот воспринимать музыку как какую-то часть себя и нечто отражающее там вот тебя как человека начали только в середине 20-го века, совсем недавно. И несмотря на то, что в масштабах истории все это было произведено и эксплуатировалось, считай, позавчера, это с трудом укладывается в голове и по-настоящему прикоснуться к этому можно только в музее собрания. Дело в том, что музей реально не имеет аналогов в мире и такой масштабной коллекции вы действительно больше нигде не найдете. Само по себе место уникальное, музей бесплатный, но сюда не просто приходят и шляются, смотрят вот на все эти красивущие экспонаты. Вы записываетесь через сайт музея. Бесплатно, опять же, к вам приставляют экскурсовода. Бесплатно! И он проводит вас по нескольким этажам этого красивущего здания в центре Москвы и запускает для вас огромное количество автоматов. Вот то, что вы видели в ролике, вы можете увидеть воочию и, естественно, вживую здесь гораздо больше экспонатов, поэтому настоятельно вам рекомендую посетить это место. Вживую все это выглядит гораздо эпичнее и никакое видео не может передать той мощи звука, который издает тот же Мартье. Поэтому проходите по соцсетчикам, которые есть внизу, но в первую очередь, конечно, на сайт музея. А на этом все. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. Тихая музейная... Тихая музейная...